Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что было бы неплохо, если бы вы указали, вообще, если бы вы говорили, задавая такие вопросы, вопросы достаточно общие, вопросы достаточно глубокие, вопросы достаточно философские. Было бы лучше, если бы вы как-то намечали ориентир. То есть какой ответ вам нужен? Потому что ответов на самом деле очень много, и на протяжении всей своей истории человечество пытается найти ответ на этот вопрос. Вот, и, в общем-то, не сказать, что бы у него, у этого человечества это как раз и получалось. Мне видится несколько путей понимания человека. Вот, мне видится на самом деле несколько путей для этого. Первый путь это повышение своего интеллекта, повышение своей социальной позиции, то есть исследование явлений, которые происходят в жизнях людей. Вот. И, в общем-то, таким образом, повышение своей осведомленности в процессах общественных. Вот. Это, соответственно, непосредственно взаимодействие с людьми, то есть общение и овладевание общением на таком, ну, хорошем уровне. То есть, чтобы прямо вот, знаете, чтобы прямо это было хорошо, чтобы это было прямо вот эффективно, чтобы это было наслаждением для вас. Общение, это означает повышение, повышение того общего, да, что вот есть, к примеру, между вами и людьми, ну, между вами и другими людьми. Вот, это общение. И для общения, для повышения уровня общения, для эффективности общения, ну, на мой взгляд, важно как раз-таки овладение тем, что действительно может быть интересно людям. То есть, это уже на таком более конкретном примере, на более конкретном уровне уже идет речь о повышении степени взаимодействия с другими людьми на основании того, что интересно вам и, соответственно, того, что может быть интересно другим людям. Это такой аспект. И, наконец, последний, последний, ну, на мой взгляд, вот такой самый распространенный способ понимания, да, это, собственно говоря, понимание себя. То есть, чем, чем, чем лучше, чем лучше вы понимаете себя, чем лучше вы могли бы понять себя, тем, чем лучше вы поняли бы других людей. Потому что, что это вы хотите, что это вам нужно, что это вам важно, все, чего вы желаете, все это не чуждо другим, абсолютно не чуждо другим. И, когда вы это поймете, то есть, когда вы поймете, что все, что вы хотите все, о чем, к примеру, вы переживаете, когда вы поймете и увидите, что это же самое свойственное. Всем людям, вообще всем людям, а не только вам, как вы думаете, сейчас. Вот. Что я полагаю, что вам будет, ну, в общем и целом, гораздо, гораздо легче. Гораздо легче, чем сейчас. Я думаю, что вам будет гораздо проще и комфортнее. Другое дело, что, знаете, таким препятствием, препятствием в понимании того, что говорят другие люди, того, что другим людям интересно и, собственно, других людей, препятствием служит противопоставление себя им. Препятствием служит излишнее сосредоточение на том, что, ну, что я не такой, как они. Иными словами, позиция «вы» и «они», то есть, ну, вот, близкие люди, минус. Вот это, наверное, ключевая история и одна из самых таких вот ключевых проблем, о которых можно говорить. Потому что, ну, это то, что очень часто мешает, это то, что очень часто мешает людям как-то вот построить отношения, адекватные отношения с людьми. Вот. К сожалению, к сожалению, к сожалению, это то, что мешает людям построить отношения с другими людьми. Вот. Поэтому, я думаю, что, если вы, к примеру, считаете себя, там, допустим, ну, каким-то вот не таким, да, если вы считаете себя не похожим на... других людей, если вы считаете себя отличающимся и отличающимся слишком сильно, вот, если вы часто испытываете, к примеру, стыд, если вы часто испытываете стеснение, если вас можно назвать скромным, вот, то я думаю, что налицо вот те самые проблемы, о которых я говорил. То есть, ни скромность, ни стеснительность, ни, кстати говоря, гордость, вот, не поможет вам понимать людей. Понимать людей поможет только открытость, искренность и честность. Честность, может быть, даже не всегда, потому что честность порой может повредить. Но вот открытость, искренность и стандартность проявления своих реакций вам, бескловно, поможет понимать людей. Естественно, не всех, потому что, ну, всех людей понять, в общем-то, невозможно, всех людей понять сложно, всех людей понять тяжело. Вот, да это, в принципе, и не нужно, вот, но то, что вы сможете понимать людей, это факт. Поэтому, сперва нужно разобраться вам именно с самим, или с самой, простите, я не знаю, я не знаю, кто вы, вот, вам нужно разобраться сперва в себе, вот. Вы берете в себе, и, собственно говоря, проблем, как сказать, на самом деле не будет, вот. Потому что, если вы хорошо понимаете себя, если вы хорошо отдаете отсчет в том, какой вы человек, если вы хорошо понимаете себя и чувствуете себя, то, в общем-то, то же самое вы можете сделать и с другими людьми, то есть, то же самое вы можете провернуть и с вашими, ну, партнерами, да, с вашими, скажем, так, с коллегами по общению, вот, то есть, здесь сложности, да, вообще не будет. И, напротив, если вы не понимаете себя, если вы себя не понимаете, то тогда вам будет сложно, тогда вам будет сложно. Потому что, если вы себя не понимаете, то вы не сможете понять других людей. Если вы себя не принимаете, то вы также не сможете принять других людей. Потому что, все-таки, именно, вот, для этого необходимо, чтобы комфортно взаимодействовать с другими людьми, нужно комфортно взаимодействовать с собой. Вот, поскольку у вас сейчас возникла такая проблема понимания людей, то, скорее всего, с вашими самыми близкими людьми, с вашими родными, видимо, повторю, видимо, видимо, я не утверждаю, с вашими близкими людьми, видимо, у вас, ну, понимание не сложилось. Вот. Это, конечно, плохо, это, конечно, в общем-то, тяжело, вот, но, если так случилось, то от этого никуда не деться, и... Нужно просто с этим работать, нужно просто учиться, научиться, точнее, понимание себя, вот. Вот, в принципе, то, что можно вам здесь порекомендовать. Вот, еще я бы, наверное, заикнулся бы о том, ну, наверное, я бы заикнулся еще о том, что развивать, чтобы вам развивать, чтобы вам постоянно двигаться куда-то, чтобы вам постоянно, ну, лично расти, расти. Вот, если вы хотите понимать людей, то для этого нужны знания, для этого нужны средства. Вот. И этих средств не будет, если вы не будете расти. Вот. Кстати, если у вас нет средств для понимания людей, потому что для понимания людей зачастую требуется, ну, скажем так, да, некоторое терпение. Да? Вот. То есть, чтобы понять кого-то, чтобы понять людей, ну, ну, зачастую требуется терпение. Терпение. Вот. Не у всех, к сожалению, этого терпения хватает. Вот. Но, тем не менее, если у вас терпения будет достаточно, то вы сможете любого человека понять. Вот. А не менее, возьмем цель. То есть, для чего я хочу людей понимать, к примеру. То есть, одно дело, если я хочу понимать людей, допустим, ну, чтобы их, к примеру, использовать. Использовать там, к примеру, там, не знаю, в своих целях, допустим. Это одно. Другое дело, если я хочу понять вообще, что происходит в мире людей. Это другое дело. Так или иначе, определиться вам с целями безумно важно, потому что, если есть цель, есть организованная деятельность. Этого цели нет. И организованной деятельности, к сожалению, тоже нет и, в общем-то, быть не может. Вот. Поэтому вот, в принципе, примерных. Так вам можно ответить на ваш вопрос. Еще раз повторю, да, то, что было бы хорошо, было бы идеально, если бы вы, ну, если бы вы пояснили, зачем вам это, для чего вам это, то есть, ну, с какой целью вы интересуетесь, это было бы вообще хорошо. Хорошо. Вот. Потому что, вот так, отвечать вам достаточно общий, получая ответ, я не уверен, что вы, ну, я не уверен, что вы этот ответ, который я вам дал, да, не могли бы найти где-то в интернете. Вот. Чего вы в интернете не найдете, так это своих собственных сложностей, чего вы не найдете в интернете, так это своих собственных каких-то проблем, да. то есть, чего вы, чего вы не найдете в интернете, это своих собственных ситуаций, которые именно, именно у вас в жизни есть. И вот мне кажется, что именно, именно с ними, именно с этими ситуациями и нужно работать. Вот. А не какие-то вот общие моменты, да, пытаться просмотреть. Да и, как показывает практика, значит, как показывает практика, да, гораздо лучше информация за... уходит людям, когда она непосредственно вот касается... человека. То есть, когда она непосредственно касается кого-то. Вот. И она гораздо хуже заходит, когда это что-то общее, что-то общее происходит. Нет, нет, конечно, нет, конечно, иногда нужно обобщение, безусловно, обобщение нужно, без обобщения, естественно, никуда. Вот. Ну, вот. Ну, мне кажется, что так. Так. Вот. Вот. На этом, я думаю, можно закончить, закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что вы для себя какие-то все-таки вещи выявили, выявите. Вот. Ага. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам хочу пожелать удачи, всего доброго и успешного разрешения вашей ситуации.